Приветствую вас! Кто ответственный за коррупцию в Украине? Понятное дело, президент. Опрос, который провела социалистическая компания, демократические инициативы показали, 77 процентов украинцев считают, что за коррупцию отвечают лично Зеленский. Ну, во-первых, это джинса. Вопрос заказал Петько Порошенко. Они подрисовали. Нет, там ответ был совершенно другой. Они просто нарисовали с потолка цифру. Не удивляйтесь. Ребята, если вам надо сделать фейк вопрос, милости просит. Дорого, зараза? Дорого, дорого. Так что, ну не проблема, ребята. Тем более, демократическое все дело за бабло. Известная структура. Но здесь другая ситуация. Я же этих засранцев много раз предупреждал. Не разгоняйте вы этот дебильный срач про коррупцию. Знаете, сколько раз говорил? Не разгоняйте. Нафиг вам этот срач. Знаете, что они мне говорили? Ничего не понимаешь? Надо сгруппировать общество. Говорю, вы дебилы. Вот так есть. Дебилы, самые настоящие. Нафиг вам этот срач. Какое сгруппирование общества? Срача вы хотите. Ну, вы знаете, много раз говорил. Коррупция в Украине мизер. Она никому не мешает. Она нормально работает. Обеспечивает нормальное существование экономики Украины. Всех устраивает. Всех. Начинает что от вас, которые вы смотрите. И всех бизнесменов, которые без коррупции жить не могут. Нет. Они срача хотят. Теперь получили бомберан. Так что это задавали. Так вам засранцы и надо. Потому что понимаете, какая ситуация. Ну, давайте так, чтобы сильно не ругаться. Есть некие умники, которые почему-то считают, что они очень умные. Причем, когда я говорю, ребята, я ничего не имею против, но если вы такие умники, тогда, пожалуйста, скажите, на основании каких опросов или анализа или что-то реалистического вы сделали такие выводы, что это сработает? На основании чего? А вы что, дебилы? У нас что? США что ли? Или Германия? Да, 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 действительно. Лет через 400, 500, 600 тысяч. Может быть. У нас действительно в обществе сформируется такой класс, но не сформируется. Ну, потому что у нас совершенно другая ситуация. Понимаете? Да, действительно, вот этой срасть коррупции можно разыгрывать в некоторых европейских странах. Потому что там, ну, в определенной степени есть вот этот трюк воспитания, ну, чаще всего связано и с протестантской церкви. Потому что протестанты, ну, там по ряду обстоятельств, они давно вот этот трюк с коррупцией разгоняли и сформировалось мнение. Да, 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 там действительно вот можно действительно разговором про коррупции, скажем так, ну, обеспечить то, что надо. То есть, то, что, говорит, объединение наций. Да, действительно, спорим. В Украине только срач. Только срач. Причем срач пополняешь. Потому что, понимаете, каждый так, стоп. А чего мне на лапу не дают? Я тоже хочу на лапу. Где мне на лапу взять? А? Понимаете? И говорю им, объясняю. Ребята, ну, не нужен этот срач. Хватит. Хватит. Не. Давай разгонять. Ну, вы же понимаете, что произошло. Они сами разогнали срач про коррупцию. Ага. Пить кое и по заднице. Вот, чтоб знали. А как вы хотели. Вот это и есть. Ну, вот это и есть. Вы говорите, совершают ошибку. Да, да. Понимаете, беда заключается в том, что очень часто, когда людям даешь практические советы, они обижаются. Когда им дают всякие проходимцы глупые советы, они их хватают. Привыкнуто слово. Понимаете, на сегодняшний момент хотите объединить нацию? Есть одна фишка. Ее надо бомбить, бомбить, бомбить. Да вы сами понимаете. Победа. Это вот действительно. Ну, на сегодняшний момент, смотрите, большинство жителей Украины что хочет? Завершение войны. Логично. Да. Вот это да. Это надо бомбить. Победа. 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 А коррупции не поднимать. Нет. Они взяли, просто скрутили и так дальше. Не работают. Ну, серьезно не работают. Так что, да, вот это вот срач. Ну, можете тоже повозмущаться, порассказывать, ответственность за коррупцию. Господи. Но как вы не можете понять, коррупция существует во всех странах мира. В США то же самое. Но от времени вы начинаете там, а, или за Трампа, или против Трампа. Ну, в зависимости. Он же постоянно ругает. Он же, не, он постоянно ругает Байдена и ее администрацию. Коррупция, да. Постоянно, да. Причем, то же самое. Вот, там. А, примеры приводят. Сколько Байден украл и так дальше. Ну, ее сына вспоминают. Ну, так все. Ну, это все нормально. Так что, просто это потворить. Поймите вы наконец-то, что борьба с коррупцией, это как борьба с, ну, Дон Кихот осмелиться. То же самое. Понимаете, бороться с тем, что не существует, это оригинально. Точнее, бороться не с тем, а с тем, что не мешает. Это факт. По той простой причине, что это такой идиот и дебил может поверить в то, что если не будет коррупции, в нее вырастет зарплата. Вот дебил поверь. А у меня человек нет. Коррупция жена по кругу бегает. Да, очень часто в Украине используют бытовую коррупцию. Но для чего? Чтобы не платить налоги. Правильно? Ну, да. Чтобы не платить штрафы. Да. Кто занимается бизнесом, сами понимают, что ты можешь заплатить или за консалтинг. Нет, это не коррупция. А что это такое? Что это такое? Ну, вообще-то так, но так и не троги. Тем более, если ты хочешь бизнеса заработать, тебе надо инвестировать. Да, и ты инвестируешь. А как без этого? Не, ну, хорошо. Классические продажи. Вот вы продаете товар и дилерам платите комиссионную. Что это не коррупция? О, коррупция. Но вы же дилеров подкупаете. Вы же подкупаете, чтобы не купили у вас. Правильно? Ну, вообще-то да. Так какая разница? То же самое здесь. Но поговорим, попродадим. Не, мне по большому счету нравится вот этот срач, который сейчас раскручивается. Причем, обратили внимание, как прошедковские взлетели. Притулов подскочил. Все остальные. Я! Ну, пускай теперь выгребают. Не, действительно, в некоторое время это полезно, чтобы, знаете, такая встрясочка. А то ребята вообще слушают всяких-то чудиков. Вместо того, чтобы послушать умного человека и умный совет. Что на сегодняшний день, в условиях войны, ну, не надо этот срач про коррупцию. Не надо. Нафиг он сдался. Не объединяй этому обществу. Он еще больше срача добавляет. Ах, это вы боялись. Ах, горе-горе с ними. А вы говорите, да. Понимаете, беда заключается в том, что если бы они слушали умные советы, давно была промаха. Я не включу. Но слушать дебильные советы, в результате имеют такие результаты. Нет, серьезно. Вот это не шутка. Это радость. Потому что столько глупостей. Но я понимаю, что советников много. Но вы же хотя бы своей башкой думаете, какую бредятину они советуют. Эх, ребята, ребята. Да, заодно действительно сделаю вам вопрос, чтобы вы тоже проголосовали там. Кто виноват в этой коррупции? В коррупции. Проголосуйте обязательно. Ну, в Украине в коррупции, естественно. Ладно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok